Ну а сейчас мы ждем, что к нам подключится Яйн Вайнрух, директор компании Allegria Real Estate из Испании. Думаю, что через несколько секунд он появится у нас в чате, да, я думаю, что уже практически появился. Испанский рынок недвижимости приковывает огромное внимание хотя бы в силу тех причин, что Испания уже последние несколько лет не просто в топе, а номер один и по количеству сделок с россиянами, и по количеству запросов, это как минимум не случайно, потому что слишком много разных возможностей. И вот сейчас страна оказалась в непростой ситуации, потому что из Испании это в основном новости приходили не столь радушные. Кстати, что характерно, вот мы у себя заметили, если негативная информация, как и, собственно, и позитивная, но любая информация, любой такой шорох, он привлекает, привлекает внимание, он привлекает покупателей. И вот количество запросов по Испании, оно все равно, ну оно, конечно, снизилось, вообще вопросов никаких нет, но оно все равно примерно в том же порядке больше, чем по Греции, даже чуть-чуть, может быть, больше эта дистанция изменилась. И вот тут как раз мы, и хотелось бы с Яном этот вопрос обсудить, я просто вижу, он уже в числе докладчиков, главное, чтобы он теперь смог к нам присоединиться, потому что тут, как раз, знаете, на репетиции-то все было хорошо, а вот пока что-то я Яна не вижу, хотя в числе докладчиков он уже есть. Но давайте тогда еще пару объявлений я по Греции сделаю. Восстановление отрасли недвижимости по данным Института конфедерации туризма Греции. Восстановление отрасли придется ждать больше года. Ян, если вы меня видите и слышите, нажимайте две красные кнопочки, чтобы они стали зелеными. Кнопочка камеры и кнопочка микрофона. И тогда мы вас увидим. Так вот, вот, кстати, Ян и появляется. Ну, давайте завершу новость по Греции. Добрый день. Ян, привет, вижу тебя, слышу. Привет, я тоже вижу. Отлично, дочитаю сейчас новость по Греции и сразу начнем говорить об Испании. Конечно. Итак, на 70% действительно доходы от туризма Греция потеряет за год, и вот эксперты этого Института конфедерации туризма Греции пишут, что даже скромные доходы греческого сектора туризма появятся не раньше сентября. Ну, соответственно, исходя из этого, вот, и исходя из того, что Наталья нам несколько минут назад сказала, можно предполагать, что действительно появятся на рынке некоторые предложения, поскольку сейчас собственники находятся в некой апатии, они не очень понимают, что делать, через некоторое время ситуация изменится. Итак, дорогие друзья, с удовольствием еще раз представляю Ян Вайнрух, директор компании Олегри Ариэл Эстейт и агентство, и застройщик. Такой микс, соответственно, вопросов уйма. Ян, ну, в двух словах, просто твой монолог, что, как, как и что. Приветствую, Филипп, рад тебя видеть и слышать. Здравствуйте, друзья, все, кто нас смотрят сейчас данный прямой эфир. Как Филипп представил уже меня, меня зовут Ян Вайнрух, директор компании Алегрия, и мы находимся в Испании, побережье Коста-Бланка, город Аликанте, Торревьеха, Валенсия. Скажи, пожалуйста, что в Аликанте, Торревьехе, Валенсии, какие изменения произошли за последние несколько дней? Говорят, что у вас какие-то пошли послабления, в чем они заключаются, и как это касается рынка недвижимости? Значит, если мы говорим про ситуацию, связанную с коронавирусом, действительно, с этой недели, а точнее с понедельника-вторника, у нас ввели послабление. То есть мы вернулись к первому этапу карантина, который был одобрен правительством, до 30 марта. Что именно изменилось? То есть у нас вернулись на работу строители. Соответственно, с этого понедельника, в нашем регионе со вторника, поскольку у нас был еще религиозный праздник в понедельник, во вторник у нас открылись все стройки. Вернулись строители на стройки и еще некоторые виды деятельности. Но в основном все равно, конечно, в основном открыты все важные виды деятельности, как и во многих странах. У нас не работают сейчас рестораны, бары, салоны красоты, спортивные учреждения, тренажерные залы и так далее. Скажи, пожалуйста, сколько по факту не работали стройки, и в какой степени это может сказаться этот простой критичный? Или по большому счету, в общем, не столь этого, это как раз наименьший из зол? Нет, это вообще не критичный, потому что у нас стройки простаивали немного меньше двух недель. То есть порядка 12 дней. Усиленный карантин ввели 30 марта, но это, по-моему, были выходные дни. Соответственно, с понедельника стройки не работали. И вот до понедельника это неделя. То есть мы говорим о двух неделях. Безусловно, это не критично и практически не повлияет даже на сроки. Скорее всего, строители летом не будут брать отпуск, потому что обычно мы на наших стройках, мы работали круглый год. Единственное, что мы закрывали стройки где-то на 9-10 дней в августе месяце, потому что строителям нужен отдых. Я думаю, что в этом августе все будут работать. Скажи, пожалуйста, вот ты как девелопер, начнем сначала как с девелопером, а сначала как с агентством. Вот если мы говорим о девелопменте, какие предпосылки для дальнейших действий, для снижения цен, для повышения цен, для заморозки цен, для каких-то специальных предложений существуют у тебя лично? Как тебе эта ситуация видится в разрезе, скажем, ближайших 3-4 месяцев, когда, ну, если то, да, то есть открыть могут так, границы могут позже и так далее? Смотри, Филипп, пока говорить о каком-то снижении, я думаю, что достаточно рано. Что касается нового жилья, сегодня ситуация кардинально отличается от кризиса 2007-2008 года, потому что тогда был огромный переизбыток нового жилья, которое строилось и не в самых лучших местах. Например, сегодня нет большого стока новой недвижимости у застройщиков, и большая часть застройщиков практически все распродали, либо зарезервированы клиентами объекты до начала этой пандемии. Поэтому говорить о большом снижении я не вижу причин. Возможно, новые проекты компании будут начинать более осторожно, и, наверное, с оглядкой, что произойдет через следующие 3-4-5 месяцев, когда откроется воздушное пространство, и к нам поедут первые клиенты. Я думаю, что можно, наверное, новым клиентам, которые хотели, рассматривали, купить какое-то жилье в Испании, в том числе новое жилье, это просить какие-то бонусы, какие-то, как мы их называем, пряники у застройщиков и у продавцов недвижимости. И наша компания навсегда была гибкая на цены и на условия, в отличие от многих других испанских застройщиков. Поэтому я не вижу причин переживать о секторе нового жилья, о девелопменте в Испании. Скажи тогда, ну, как сейчас клиенту компании «Алегри» вести себя с генеральным директором? Нужно прийти и что сказать? Ян, вот хочу вот то-то, то-то, то-то. И после чего ты не сможешь ответить «нет». Безусловно. Что сказать нужно? Если клиент заинтересован купить одну из наших новостроек, конечно, связаться с нами и спросить, какие условия выгодные для него мы можем предоставить. Это какая-то скидка, это какие-то бонусы, какие-то доп. услуги в жилье и рассрочка, и другие варианты. То есть их достаточно много. Естественно, для всех самое актуальное – это допы и скидки. Скажи, пожалуйста, а как технически сейчас, вот мы чаще говорим с агентствами, да, вот если, ну, все равно там границы закрытые, вот чтобы совершить сделку с вами, как, ну, у вас же свои юристы, у вас, собственно, пул услуг, у застройщика он, ну, практически максимальный. Как можно сейчас технически удаленно всю процедуру пройти? Вот что нужно? Смотри, Филипп, что касается нового жилья, ситуация здесь кардинально отличается от вторичного жилья. У нас, в принципе, нет готовых объектов, которые уже построены, и клиент может прийти и выбрать. Мы, как правило, наши объекты на начальной стадии, то есть на этапе до котлована еще, когда мы только купили землю, сделали проект, сделали визуализацию, запустили в продажу, мы распродаем от 50 до 70 процентов квартир и домов. Поэтому, когда объект строится, на среднем этапе строительства у нас уже распродано обычно 90-95 процентов проекта. Поэтому, если клиенты сегодня захотят выбрать какое-то жилье, мы говорим о новой стадии. Это те проекты, которые мы заложили буквально несколько месяцев назад, и они находятся сегодня на стадии котлована или на стадии структуры здания. То есть еще только начальный, можно сказать, начальный этап. Сегодня, естественно, это форма покупки недвижимости, это резервация объекта, выбор объекта, резервация объекта и какой-то график платежей в течение строительства. На саму сделку мы выйдем гораздо позже. Ну, то есть, по большому счету, ну, та история со вторичкой, когда человек хочет приехать посмотреть, в этом случае, ну, не совсем актуально просто смотреть-то. Ну, то есть, что человек просто приедет, он разве что площадку сможет посмотреть, а так просто, ну, рендеры или уже какие-то фотографии со стройки. Вот что сейчас, на что сейчас могут ориентироваться покупатели в этом случае? Да, именно так. Что касается нового жилья, это рендеры от дизайнера-архитектора и текущие фотографии со стройки, если стройка сейчас ведется. То есть мы стараемся несколько раз в месяц сделать отчеты строительства и выставлять их на наш сайт, чтобы клиенты могли видеть прогресс данной конкретной стройки. Если мы говорим о неких ориентирах, понятное дело, прогнозов нет, но в любом случае любая компания и, тем более, застройщик, он исходит из неких внешних каких-то сигналов, а может быть и внутренних сигналов, и свой бизнес строит, исходя из того, что, ну, границы откроются тогда-то, границы откроются тогда-то. На что закладываешься ты и твоя компания? Как ты видишь все-таки, ну, там, май, июль, сентябрь, конец года, вот, некие этапы? Как бы ты их себе видел? Нет, я вижу поэтапное открытие границ и выхода с данного карантина. Я очень надеюсь, что к концу июня частично граница откроется, и мы сможем получить хотя бы часть европейских клиентов, туристов, возможно, покупателей жилья. Но, наверное, все-таки значительную часть клиентов стоит ожидать после сентября. Это осень-зима 2020 года. Май однозначно нет. И даже, думаю, июнь нет. То, что говорят. И в какой степени, опять же, побережье Коста-Бланки и ваша компания будет, в какой степени будет проще, если откроют, скажем, чисто внутрииспанские границы? В какой степени на туристическом и на самом интернациональном побережье активны сами испанцы? И твое ощущение, эта история может каким-то образом повлиять на рынок? То есть жители Мадрида, Барселоны, больше пострадавшие, в том числе от коронавируса, станут, ну, тем, там, не знаю, спасательным кругом, по крайней мере, на короткое время, хотя вроде как ты говоришь, ну, спасать пока никого особо и не надо. Ну, Филипп, я думаю, что спасать, конечно, надо. Я думаю, что мелкий бизнес, мелкий, средний бизнес, он очень сильно пострадает в данный кризис, и их спасать, безусловно, нужно. Не все компании однозначно выживут после данного кризиса. Что касается местного рынка, если мы рассматриваем мою компанию, если мы рассматриваем development, так у нас очень мало национального клиента, мы говорим даже менее, наверное, 1% национального клиента, то есть все наши новостройки у нас покупают 99% интернациональных клиентов, и самая сильная покупательская группа – это скандинавы. Скандинавы, Бельгия, Франция, Голландия. То есть вот этот рынок, финны, шведы, Норвегии, Бельгия, Франция, Голландия больше всего покупает то жилье, которое мы строим. Что касается агентства недвижимости, здесь ситуация немножко другая. У нас достаточно много национальных клиентов, и мы много и продаем, и сдаем туристическую аренду именно клиентам из Испании. Это Мадрид, страна Басков, Альбасеты и другие города Испании, которые традиционно покупали и дальше будут покупать недвижимость в курортных городах. Поэтому, конечно, мы получим какой-то процент покупателей быстрее, чем, может быть, те компании, которые не работают на национальный рынок, но если говорить в процентном соотношении, наверное, я не ожидаю, если мы говорим про май, июнь, частичное открытие, снятие карантина и возвращение испанского клиента, думаю, что доля покупателей в моей компании составит порядка 20-30% от средних продаж, от среднегодовых продаж. Если мы сравниваем и говорим, что я инвайн руководитель девелоперской компании и руководитель агентства, кто из них чувствует себя сейчас более уверенно и более спокойно за бизнес? Девелопмент. Однозначно девелопмент. Однозначно. Объясню, почему. Потому что у нас гораздо меньше накладных расходов. Несмотря на большие финансовые потоки, у нас очень маленький штат в девелопменте. Мы говорим о 4-5 зарплатах. Что касается агентства недвижимости, это 8 офисов. Часть, конечно, в собственности, часть в аренде. Но это огромный штат сотрудников, около 45 сотрудников. Поэтому, безусловно, девелопмент переживет гораздо проще. У нас нет никаких рисков, у нас достаточно собственных средств, чтобы достроить эти стройки, которые мы начали, даже если не будет ни одного покупателя. Если мы говорим о вторичном рынке, как может измениться он? И как вообще продавцы потенциальные, кто они, в каком они сейчас состоянии, можно ли ожидать все-таки испанский рынок? Вот мы сейчас с коллегой из Греции говорили, греческий рынок только недавно начал выплывать. То есть, с одной стороны, им было плохо, 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 а сейчас стало чуть получше. Испания уже после 2013 года росла. И даже говорили, что без всякого кризиса было бы сейчас некое охлаждение. Некое охлаждение – это в том числе, в каком-то смысле, и рынок покупателя. То есть, продавцы на вторичке сейчас могут оказаться в не очень хорошем положении. Так это, и чего ждать? Вот ты чего ждешь? Ну, смотри, Филипп, чтобы ответить правильно на этот вопрос, мы можем рассмотреть некоторые цифры. Например, мы сейчас не будем говорить за всю Испанию, поскольку мы находимся в Аликонтийском сообществе, в Коммунидат Валенсиана, в Валенсианском сообществе. И, например, если мы возьмем пиковый год, 2007 год, в 2007 году свершилось практически 143 тысячи сделок купли-продажи в Коммунидат Валенси, в сообществе Валенси. Например, 2013 год, когда Испания начала потихоньку расти, было всего лишь не целых 47 тысяч. А, например, в 2019 году 80 тысяч сделок купли-продажи. То есть в 2019 году мы можем увидеть 55% от пика прошлого кризиса 2008 года. Поэтому я не думаю, что рынок был перегрет. Рынок не был перегрет. И в ценовом выражении точно так же мы далеко еще от цен пиковых 2008 года. Что касается самих собственников, точно так же ситуация здесь кардинально отличается от 2008 года, поскольку после кризиса 2008 года было очень много стоков недвижимости у банков, которые изъяли эту недвижимость у владельцев, которые не платили ипотеки. И с 2011, ну точнее с 2012 года эти огромные стоки появились на рынке, что и повлияло на значительное снижение цены, потому что цена снизилась с 2009 и вплоть до 2013 года было постоянное снижение цен. Сегодня у банков активов практически нет. Конечно, еще есть, но это незначительное количество, не такое, как было раньше. Что касается собственников тоже. Те люди, у которых была острая нужда, они скорее всего продали недвижимость с 2011 по 2014-2015 года. Да, сегодня купли-продажи недвижимости, она сильно отличается от тех лет, потому что если мы говорим про наши города, про туристические города, здесь всегда были продажи и покупки. Рынок постоянно, происходит постоянная ротация, часть людей продает активы, часть людей наоборот покупает жилье, и все работает. Даже в кризисные годы сделки здесь свершались, но, естественно, в меньшем количестве. Возможно, продавцы будут более гибкие, я на это надеюсь, потому что чем больше будет скидок и снижение цен, тем лучше для нас, поскольку мы всего лишь посредники между покупателем и продавцом, и при снижении цен, безусловно, проявится больше интерес со стороны инвесторов и покупателей на испанскую недвижимость. Но, тем не менее, ожидать очень больших скидок не стоит. Я думаю, 10-15 процентов, и то это будет пунктуально не на каждую недвижимость и не во всех городах. Как, на твой взгляд, видоизменится, если видоизменится, и как он работает сейчас, рынок недвижимости? Ой, рынок недвижимости, говорю, рынок кредитования. Что происходит? Можно ли ожидать изменений? И, ну, вроде говорят, там, Евросоюз, Центробанк, закидает деньгами банки, им нужно будет выдавать кредиты. С другой стороны, ну, все равно покупательная способность, ты сам это говоришь, определенные части населения явно снизятся. Что можно ждать и на что могут рассчитывать потенциальные покупатели сейчас? На первичке, на вторичке? На сегодняшний день никаких изменений нет. Банки как финансировали, так и финансируют до сих пор. И кредиты оформляются, в том числе клиенты из стран СНГ, из России, Украины, Белоруссии, Казахстан. Без проблем получали кредиты до начала пандемии и получают их сейчас. Поэтому я не думаю, что ведут какие-то ограничения. Я надеюсь, что ведут какие-то послабления, потому что Испании после этого кризиса необходимо все-таки предпринимать какие-то шаги, чтобы привлечь как можно больше покупателей, вернуться именно в Испанию, а не в Италию, в ту же Грецию, Болгарию и другие страны. Поэтому ждать, что будет хуже, наверное, нет. Я думаю, что будет все-таки лучше. Ну, то есть такая неофициальная, ну, давай не будем называть слово война, но конкуренция между странами за покупателя может идти даже на государственном уровне, то есть будут какие-то условия, чтобы вам было легче продавать. Это всегда было. Если мы посмотрим, например, золотые визы, которые Испания ввела в 2014 году, одновременно с Испанией ввели другие страны, такие как Греция, по-моему, еще кто-то вел. Я точно не знаю, поэтому многие страны, естественно, борются за клиентов и борются за туристов. Все-таки Испания – это туристическая страна, и очень большое количество денег именно привлекается за счет туризма и за счет строительства. Я думаю, что, я надеюсь, что государство будет привлекать вернуться покупателей именно в Испанию, и делать какие-то послабления, возможно, упрощать процедуру получения виз шенгенских, чтобы покупатели приезжали именно в Испанию. Поэтому будем ждать, пока сложно сказать. Вопрос от Алены, я его задам и немножечко расширю, с ее позволения. Спасибо, Алена, за вопрос. Алена спрашивает про Барселону. Стоит лежать, зажидать снижение цен на вторичное жилье в Барселоне, и когда, по-вашему, будет лучший момент покупать там? А вообще, если мы говорим о всей Испании, понятно, что ты апологет побережья Коста-Бланки в первую очередь, но все равно Коста-Бланка, скажем, пострадала меньше. Барселона с точки зрения именно коронавируса пострадала чуть больше. Можно ли сказать, там есть еще острова, да, там есть Мадрид тот же самый. Может ли быть здесь какая-то зависимость в цене, соответственно, в скидках, в предложениях, или, по большому счету, это настолько, ну, там, незначительные факторы, на которые не стоит опираться покупателям, потому что на них не будут опираться продавцы? Очень сложно сегодня об этом говорить, потому что прошло, по сути, немножко больше месяца, как мы столкнулись с этой проблемой. Все будет зависеть, как будет развиваться ситуация, когда откроют границы, когда снимут карантин, и мы все вернемся к работе, будет какое-то движение. По Барселоне я не могу однозначно сказать, я не эксперт недвижимости в Барселоне, мы не присутствуем в этом регионе, я не очень хорошо ориентируюсь с ценами. Барселона, в принципе, это значимый город для Испании, и рынок там всегда был очень устойчивый, я не думаю, что там будет какое-то сильное снижение цен. Что касается нас, возможно, будет какое-то снижение, все будет зависеть от продавцов гораздо больше, чем от рынка такового, потому что все равно стоимость диктует более-менее владельцы недвижимости и необходимости ее продавать. Если мы говорим о частных клиентах, если мы говорим о каких-то фондах и банках, там, конечно, другая история. Но, как я уже сказал, у банков нет много активов, банки у нас в 2018-2019 году очень много активов распродали североамериканским инвестиционным фондом и другим, поэтому я не думаю, что будет огромный выброс недвижимости на рынок. нужно выбирать недвижимость, выбирать город, регион, торговаться, в какой момент лучше входить. Но сейчас сложнее входить, сейчас приехать невозможно. Ну, это хорошо. А если этот вопрос, какой лучший момент покупать, в какой лучший момент покупать, я бы переформулировал и предложил бы тебе 4 варианта ответа. Сейчас, ну, и 3 варианта ответа. Сейчас, второй вариант, в тот момент, когда будет известно, когда откроют границы. Второй момент. Третий момент, в тот момент, когда откроют границы. И четвертый вариант, через 2-3 месяца после открытия. Где бы ты галочку поставил? Или пятый вариант, не знаю. Ну, массовые сделки по покупке недвижимости начнутся в третьем варианте, когда откроются границы. Не когда мы узнаем, что они откроются. Именно когда они откроются, люди смогут передвигаться между странами. Поэтому это самый такой пик, когда нам следует ожидать покупателей. Покупать сегодня или не покупать, у каждого индивидуальные условия, индивидуальные возможности, их нужно рассматривать. Возможно, есть люди, у которых сегодня деньги, им нужно срочно вывезти. Таких случаев есть масса. Они находятся в России, они переживают потерять эти деньги. То есть такие клиенты есть. Я хочу сказать, что у нас сделки до сих пор, несмотря на коронавирус, они происходят. То есть у нас есть резервы за этот месяц. Конечно, мы не говорим о каких-то результатах. Это достаточно мало против обычного месяца нашей компании. Но, тем не менее, продажи идут. Пусть это единичный случай, но они идут. Массово они начнутся после того, когда откроются границы, и люди смогут передвигаться. И это, в принципе, логично. Кто-то, безусловно, будет ждать 2-3 месяца после открытия границ, наблюдать за тем, что будет происходить на рынках недвижимости. У всех индивидуальные случаи. Я считаю, что когда граница откроется, у нас сработает отложенный спрос. И те люди, которые хотели купить в феврале, в марте, в апреле, в мае и не смогли выбраться и приехать в нашу Испанию, они приедут в июле, в сентябре, в октябре, когда это будет возможно и начнут покупать. Такой еще вопрос. В Испании, ну, все-таки там страна курортная, основной покупатель, он ищет объекты жилой недвижимости. Несколько слов твоего ощущения, ну, просто взгляд, может быть, или со стороны, или человека, все-таки находящегося там, о перспективах коммерческой недвижимости. Вот, ну, понятно, еще раз говорю, Испания далеко не основное направление у покупателей комка, но, тем не менее, вот здесь можно ли ожидать там, ну, разорений, банкротств, предложений по площади, по аренде, тем более, что все-таки есть определенный процент людей, которые, желая в Испанию переехать, рассматривают и бизнес, и создание какого-то бизнеса, активизацию в этом направлении. Рестораны, отели, одна история, там, совсем уже серьезные, там, магазины, ну, в меньшей степени, может быть, офисы. Что здесь происходит, что может происходить? Да, хороший вопрос. Вот здесь как раз и будет сильное падение цен. В каком количестве, в каких процентах, сложно сказать, но здесь будет гораздо больше интересных предложений, которые обесценятся, потому что рынок гостиничный, также рестораны, он пострадает гораздо сильнее и гораздо позже выйдет из этого кризиса, чем строители и агентства недвижимости. И, безусловно, очень многие обанкротятся, компании, очень многие частные бизнесы обанкротятся, и эти предложения поступят на рынок. Единственный сектор, который не пострадал, а даже сейчас растет в продажах, это продовольственные магазины и сети супермаркетов. Здесь все хорошо, здесь есть тенденция к росту, а все остальные бизнесы, они страдают. У нас есть клиенты, у которых несколько вещевых магазинов, в торговых центрах, и у них беда. А они что-то компенсируют или пока это еще недостаточно? Пока это все в воздухе, и, к сожалению, Испания не будет компенсировать на таком достаточном уровне, как Соединенные Штаты и как Германия. Поэтому такие бизнесы очень сильно пострадают. Очень сильно пострадают, наверное, гостиничные бизнесы, у которых не хватит ликвидности, не хватит собственных средств, чтобы пережить этот сезон, потому что сезона этого, мы понимаем, его не будет, либо он будет очень сильно ограничен. Соответственно, те владельцы отелей и владельцы сетей ресторанов, у которых нет наличности пережить этот кризис, они пострадают, и следует ожидать, что такие отели будут продаваться со значительным дисконтом. И думаю, что это произойдет по всей Европе, не только в Испании, во всех странах, где сильно затронул кризис пандемии коронавируса. Окей, я прошу своих коллег разместить в чате контакты компании Олега и Эстейт. И тебе, наверное, один из последних вопросов задать. Понятное дело, что краткосрочная аренда страдает, ты об этом сказал, но есть история с долгосрочной арендой. Вот Наталье я задал этот вопрос. Для покупателя сейчас, какой объект на той же Коста-Бланке имеет смысл подбирать, чтобы всегда была возможность, если что, сдавать его в долгу? Вот что показал этот кризис? Этот кризис, черт знает, какой еще будет дальше. Понятно, да, краткосрочная аренда, она более доходная, более рискованная. Вот сейчас приплыли. Такой риск, которого никто не ожидал, в итоге, наверное, кто-то сумел, благодаря своему объекту, который он приобрел сознательно или несознательно, переформатироваться. Так вот, переход из краткосрочной аренды в долгосрочную. Что это может быть за объект? Какими он критериями должен обладать, тем более в относительно курортных зонах? У меня лично в собственности есть достаточно много объектов. Это и новые объекты, и вторичные объекты, которые я сдаю в аренду. И примерно 50% я сдаю в длительную аренду, 50% в краткосрочную. Что показал данный кризис, что те объекты, которые у меня размещены в длительной аренде, они не пострадали. Конечно, на краткосрочную перспективу они немножко пострадали, поскольку пришлось снизить арендаторам аренду, чтобы их поддержать. То есть я на все свои объекты снизил стоимость на 50% на время данной пандемии, чтобы поддержать людей, хотя не все просили скидки. Что касается краткосрочных объектов, они, естественно, пострадали. Что лучше покупать покупателям в Испании? Рассматривать, наверное, объекты, которые будут сдаваться в длительную аренду. Прежде всего смотреть локацию, смотреть города. Естественно, в больших городах, таких как Аликанте, Валенсия, если мы говорим про наш регион, длительная аренда будет более востребована, и там не хватает длительной аренды. То есть то, что мы увидели за последний год, есть огромный спрос на длительную аренду. И даже сейчас мы получаем ежедневно достаточное количество заявок на те объекты, которые мы не успели сдать до начала этого кризиса. То есть спрос огромный. Мы в среднем, если мы говорим про Аликанте, в среднем мы объект сдаем от двух-трех дней до недели-полутора с момента, как мы его размещаем на рынок. Выбирать правильные города, лучше большие, потому что все-таки Теревеха всегда была туристический город и больше пользовалась краткосрочной арендой. Хотя в последние годы также в Теревехе очень сильно не хватало длительной аренды, поскольку приехало значительное количество людей из постсоветского пространства и всем где-то необходимо жить. Не все покупают собственное жилье. И есть ли у тебя пример, когда объект до настоящего времени, до февраля, марта, сдавался исключительно в краткосрочную аренду, а удалось как-то быстро сработать, быстро переориентироваться и начать сдавать его в долгосрочную, да, может быть, с потерей каких-то денег, но, главное, это лучше, чем ноль. Да, буквально один-два объекта у нас есть, которые были в краткосрочной аренде, мы успели их сдать в длительную аренду. А кто и так? В одном объекте финны, они из Финляндии, даже несмотря на то, что очень многие финны, которые у нас жили в аренде, уехали в Финляндию, есть часть клиентов, которые остались здесь и даже которые продлили, не захотели возвращаться в Финляндию, то есть переживают карантин в Испании. Прекрасно. Ну что ж, Ян Вайнрух, директор компании Allegria Real Estate. Ян, спасибо тебе огромное. Сил, здоровья и чтобы поскорее открыли границы, мы этого хотим. Все, все, все. Спасибо, Филипп, спасибо всем, кто нас смотрели. Хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, пережить всем эту историю, для некоторых, может, она и непонятная, пережить кризис. Мы всех ждем в Испании. Всех с наступающим праздником Пасхой и до встречи.